Снегопад Снегопад Везли сами Что происходило? Люди попали в снежный плен Люди, которые замерзали И, подходя к нам в машину Стучались в 2-3 ночи И просили погреться Мы, конечно же, все заходили Доставали газовые горелки Был человек, который шел 15 км пешком От своей машины Женщина лет 60 У нее был автомобиль «Волга» Постоянно глох Постоянно она застревала Постоянно глупо сделала Приходилось каждый раз вытаскивать За всю дорогу мы ее вытащили Раз 5 или 6 В итоге машина заглохла Пришлось посадить ее с нами И отвезти в город По дороге еще было трое человек Трех мы тоже в город отвезли На трассе Ростов-Таганрог Силами студенческого пожарно-спасательного отряда Донской Было освобождено более 30 машин Трое пострадавших доставлены в городские больницы В отряде 169 человек Всего общее количество А на данный момент порядка 25 человек Которые дежурят Находятся в режиме боевой готовности В случае возникновения Они в течение 40-50 минут прибывают И уже в зависимости от ситуации Каждая мобильная группа Будет выезжать по своему адресу Среди опасностей, которые таит в себе зимнее время Не только снег, но и лед Особенно ледяной покров водоемов Которые так любят обладатели коньков и лыж В зоне риска также рыбаки Еще свежий, хоть и мороз ставит несколько дней Но на самом деле надо еще время, чтобы окрепнуть Конечно, во-первых, опасно не выходить Не кататься на середине где-то реки Не дай бог Если это где-то в Пруту В центре города у нас Конечно, там уже лед потолще Ну, если вдруг вы все же решили туда выйти Что не должно никак сказываться на вашей безопасности Наверное, надо, чтобы у вас была страховка Но лучше, конечно, об этом не говорить Не выходить на лед Если вдруг вы провалились Стараться возвращаться по тому пути, по которому вы шли Если вы катались на лыжах Использовать лыжи Чтобы это была как у вас опора Ну и кричать о помощи Звать, чтобы вам кинули веревку Подали палку Чтобы как можно быстрее вы из воды вышли Потому что холодно Зима, мороз Чтобы человек не получил сильнейшее обморожение Из-за этого могут наступить и судороги Ну и, к сожалению, человек может утонуть в воде Находясь долго там Прислушаемся к советам профессионалов И будем здоровы Ближайшее потепление уже не за горами